eSports подогнали нам сразу два секретных новых промокодов в честь событий, а также есть способ дополнительно получить рангового маскирану и много самоцветов на свой аккаунт бесплатно. Название промокодов с сайтом для активации и секретными лайфхаками я уже поделился в своем телеграм-канале по ссылке в описании и закрепленном комментарии. А также именно там ты найдешь крутейший халявный конкурс, с помощью которого можно будет прокачать свой состав. Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать в новое видео на моем ютуб канале, ну и сегодня, наконец-таки, мы возвращаемся к рубрике с легендарными футбольными трио. На моем канале уже выходила первая часть этой рубрики, где мы восстановили трио Бейл, Роналду, Бензима, ну а в комментариях я вас попросил написать то трио, которое вы бы хотели видеть в следующем выпуске, ну и конечно же, если честно, все максимально предсказуемо. Сегодня мы восстанавливаем трио МСН. Вот лично для меня данные трио, в принципе, наравне с противостоянием Месси и Роналду, хотя противопоставляют эти трио только лишь некоторые футбольные фанаты. Остальные, в том числе и я, считают эти связки просто легендарными и очень эффективными в свое время. Конечно же, в 2024 году как BBC, так и МСН уже распались, но, например, с недавних пор сразу два игрока из трио МСН играют вместе за один клуб. Мы, конечно же, изначально прикупаем именно в топ базовые карточки наших главных сегодняшних героев. Кстати, у Неймара и Лионеля Месси по сей день даже более-менее актуальный рейтинг. Вокруг же Месси, Неймара и Суареса мы первоначально собираем команду из базовых паков, которые недавно появились в игре, для не особо высокого рейтинга и сбалансированной команды. За каждые голы наших главных героев, да и в целом голы нашей команды, мы, разумеется, будем получать специальные апгрейды для прокачки. В Колесе Фортуны есть как одноклубники, так и игроки из сборной, так и, разумеется, специальные паки. Ну а вам же, дорогие друзья, помогут прокачаться крутые звездные абонементы, в том числе и со 101-м Адамой Тру-Ре. Ну либо же акции и предложения, которые разработчики регулярно обновляют и реально добавляют то, что поможет как можно скорее увеличить общий рейтинг. Тем более, это можно выгодно сделать в магазине Вансфудстор. Ведь именно там, буквально-таки в пару кликов, с помощью удобного и интуитивно понятного бота в Телеграме, ты сможешь оформить заказ, прикупив абсолютно любой интересующий тебя товар в игре FK Mobile. Что самое главное, дорогие друзья, абсолютно все заказы выполняются оперативно, буквально в течение 7, либо край 10 минут. Ну и естественно, что самое главное, гарантирована безопасность вашего аккаунта и данных. Ведь абсолютно все заказы выполняются официальным путем через магазин игры. Так что если ты захочешь прикупить что-то для прокачки своей команды и открытия паков, при этом дешево, оперативно и безопасно, переходи в магазин Вансфудстор по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Ну а мы же начнем сегодня с матча в Копа Либертадорес. Для того, чтобы не сильно мучиться и быстро получить первые апгрейды. Разумеется, с усилением нашей команды также будут становиться сильнее соперники. Самое главное, нам просто прочувствовать самые сильные стороны наших футболистов, ведь в дальнейшем это будет актуально также и для более высокорейтинговых карт. Ну а пока что забивает базовые Месси. Ну а теперь уже голевой момент и Луиса Суареса возникает, и тот попадает в штангу. Ну а что я хотел от 82-го рейтинга? Ну вот тут уже момент, конечно же, получше. С проникающей передачей, да ты издеваешься. Из-за этого Месси второй забивает. Смешной первый тайм, однако. Я, конечно, уверен в том, что следующие более прокаченные карточки Луису Суареса будут намного лучше в атаке. И тут все-таки мы за него забиваем. Дело осталось за малым. Неймар же вообще забил мега красивый гол в дальнюю девятку буквально через пару игровых минут. Так что фиксируем количество голов за нужных нам футболистов, ну и заполучаем сразу несколько апгрейдов, включая очень даже неплохие паки игрока из сборной. Сборную мы выберем именно ту, которую посчитаем нужной. Но для понимания того, на усиление каких позиций нам все-таки вследствие стоит сделать акцент, начнем с рандомных паков. А именно с ежедневного набора Копа Либертадора с от 97 до 103. Тут, кстати, бонусом можно выбить игрока из нужной сборной. Ну и честно, я бы на старте точно не отказался бы от вратаря. Я знаю, что тут доступен какой-то аргентинский вратарь с невысоким рейтингом, но вот правый защитник тоже неплохо. Рейтинг, к сожалению, всего лишь 97, но лучше давайте взглянем на его характеристики. 97 скорость, в принципе-то неплохая оборона и физподготовка к тому же. Так что подойдет. Далее же у нас идет ограниченный обмен события сладость или гадость. Проблема в том, что в списке возможных игроков для выпадения представлено много нападающих, а нам нужна только лишь полузащита, ну либо же как раз-таки защита. Центральный атакующий полузащитник неплохо. Правда, я не помню, что по рейтингу Лочельсу. Вопрос, что у него, конечно же, по звездам на нерабочей особых приемах. Еще один ПЗшник и даже ЦЗшник выпал, дорогие друзья. В принципе, пока что нам сегодня по позициям более-менее везет. Но вот Лочельсу, конечно, с трешкой на нерабочей ноге и всего лишь 87 ударами. Откровенно говоря, конечно, наверное, будет слабоват на такой позиции. В любом случае, аргентинец будет лучше по рейтингу нашего предыдущего Цапника. И буквально за один матч и несколько усилений мы уже получили весомые апгрейды. Но, конечно, в нашей команде чего-то не хватает. А именно новых специальных карточек наших главных сегодняшних звезд. И даже у Луиса Суареса оказалась средняя карточка, помимо новой в событии сладость или гадость, с таким же рейтингом, как и у других футболистов, которых мы прикупили. Правда, единственный минус это трешка на особых приемах. Но, как минимум, удары и скорость стали посолиднее. В резерве, кстати говоря, у меня оказался идеальный вариант из сборной Бразилии. Ну и теперь-то наша команда точно готова к новому испытанию в виде сложного матча. Все-таки 95-й рейтинг как-никак имеется. Ну и сейчас, дорогие друзья, нам именно что конкретно предстоит битва за апгрейд. Финал турнира выходных сладость или гадость. Обычно я, как минимум, прохожу эти матчи со второй или третьей попытки. Тут у нас еще имеется дополнительный бонус в виде более слабой команды, нежели мой основной состав. Но посмотрим. Постараемся пройти с первого раза и забить за всех тех, за кого нужно. Что я там, собственно, говорил про прохождение с первой попытки? Ну, впрочем, тут у нас есть шанс доставить мячик до Луиса Суареса. И сразу же хотя бы один гол мы отыгрываем. Дальше, я надеюсь, больше. А тут уже Лионель Месси выходит на более-менее ударную позицию. Великолепно, друзья. С разницей в пять минут мы уже сокращаем отставание всего лишь до одного колешника. Ну и проход Месси в этом моменте, как он не потерял по итогу мячик, великолепно. Рейтинг слабый, но духом мы сильны. Ну, либо же разработчики просто ботов в очередной раз пофиксили, в чем я сомневаюсь. А тут уже Инеймар бежит на ударную позицию. Удар слабый, очень слабый. Я поторопился, но забыл, что время не играет нам на руку. Впрочем, первый тайм в любом случае вышел более чем уверенный, и мы хорошо начали. Опа, Неймар на ударный. Ну как так? Мы так долго выводили бразильца на позицию, с которой можно будет пробить. А тут чуть ли не в ответной атаке нам уже приходится обороняться. И вот игроки Сити на самом деле в атаке. Мы отскакиваем. Ну а тут за Неймара снова с правого фланга пытаемся выйти на ударную позицию. У нас получается, отлично. Забили за всех и смогли сравнять счет. Не зря, если честно, я во время матча затеял такие перестановки, чтобы Неймар перебегал именно на правый фланг. Все-таки с правого фланга мне чуть-чуть привычнее атаковать. Ну и это, друзья, просто великолепно, символично, по итогу победу нам приносит Месси. Но, по крайней мере, он забивает на одну из последних минут. Дальше дело осталось за малым, нам надо всего лишь удержать результат. Однако, отыграв сегодня уже два турнира выходных на бездонатки, и теперь на донатки я не могу сказать, что разработчики что-то там допофиксили. И с победой в основное время нам даже повезло. Таким образом, мы забираем один из самых основных апгрейдов на сегодня с игроком от 96-го до 103-го рейтинга. И снова события сладости или гадости, это нападающий с Нотингом Форест. Ну, вообще ни к силу ни к месту, причем, если я все правильно понимаю, и помню, у нас есть еще некоторые игроки для апгрейда, которые в старт не зайдут. Да, у Криса Вуда двойка на особых приемах. Удары, конечно, у него более-менее неплохие, соточка плюс трешка на нерабочий ноге. Ну, короче, не промучились, забили за того, кого нужно, но при этом апгрейдов значимых и не получили. Мы также не забываем про апгрейды, которые у нас лежали в Колесе Фортуны. И почему-то я думаю то, что нам сегодня точно не стоит мелочиться. Так что дополнительно к тому, что мы сейчас имеем по самоцветам, мы отдаем тысячу универсальных жетонов, да получаем еще 2500 самиков. Ну и теперь-то перед нами открыты горизонты сразу двух ежедневных комплектов, а именно набора сладостей или гадость с игроком 98+, ну а после него останется еще и пак Дня Мертвых. В наборе сладость или гадость мы не можем получить ни карточку Неймара, Месси, Суареса, так что, впрочем, просто хотелось бы понадеяться на нужную позицию, но нам выпадает правый вингер Бавария. Ух ты, а кстати, рейтинг-то не маленький, блин, у меня на основном аккаунте есть Бейл, Жейровиньо, но Гнабри это тоже достаточно интересная карта, которую мы сегодня не заиграем. Но, возможно, для будущей сборки Баварии, либо сборной Германии он мне пригодится на этом аккаунте. Да и в любом случае, карта как минимум любопытная, а как максимум играбельная. Чтобы приобретать такие же высокие рейтинги в свой состав, обязательно участвуй в моем конкурсе в телеграм-канале по ссылке в описании и закрепленном комментарии, ну и также именно там забирай новый полезный лайфхак по заработку монет. Мы же, как по расписанию и было оговорено, переходим к бонусному, непродаваемому игроку из Дня Мертвых с рейтингом от 98 до 103, к сожалению, это не кумир, а вот позиция тоже не сказал бы, что нужная. И это, к тому же, еще и минимальный рейтинг, хотя его в теории можно будет поставить либо в центр поля, либо на позицию левого защитника. Короче, найдем ему применение. По итогу, все-таки, выпадение высокорейтингового правого вингера привело меня к интересной задумке. А именно, прямо сейчас мы покупаем лучшие карточки нашего легендарного трио на сегодня, тратим и так свыше миллиарда монет. Но я думаю, главный вопрос, это зачем я прикупил ранговую карточку Месси на Цапника. Дело в том, что как раз-таки мы вкачаем Лионелю некоторые очень полезные статы, все равно характеристики у него будут как у 99-й карты, ведь это его максималка на данный момент. Но в первую очередь нам это позволяет заиграть Гнабри в стартовом составе. Ну и если честно, я даже бы не ожидал, что у нас получится настолько красочная, интересная команда. Ну и единственное, что нам оставалось, это прикупить ЦЗшника из клуба одного из наших главных игроков. Я посчитал то, что однозначно нужна Барселону, ну и Пау Кубарси подошел лучше всего. Он и заменяет голландца Виртвула Ван Дейка в центре защиты, ну и по итогу у нас получается вот такая интереснейшая финальная команда, которую мы уже протестируем в равной игре. Причем тоже попробуем забить сразу за всех. Ну и нашего соперника. Состав, кстати, со 102-м рейтингом. Что там забыл в Салах с 92-м на ПВшнике? Вроде карточка-то не особо актуальная. Опа, Месси тут смотрите, как хорошо подкараулил. И можно даже за него крутануть, было бы, посмотри, что он делает. Но его все равно останавливают. Очень результативненько, однако. Отскок на миллион, собственно. Да, и по итогу нам это приносит пропущенный гол. Ой, ну тут вообще, на самом деле, случайным образом находим Месси в штрафной рандомной передаче. Но забиваем. Странно, конечно, но точно не жалуемся. Конец матча мы зарабатываем угловой, но дело, наверное, в том, что нам практически не на кого навесить. Но вот если на Луиса Суареса попробовать... О, и под конец почему-то игра снова зависла. А ну, жду свою любимую ошибку в равной игре. Хотя, с другой стороны, и доведаться нет смысла. Все-таки фиксируем ничью 1-1. Обязательно, дорогие друзья, ставьте лайки, а также пишите, какой у вас общий рейтинг команды. Потому что лично мне сегодняшняя сборка принесла только 99-й. Чтобы у вас гарантированно рейтинг был выше, забирайте секретные промокоды в моем телеграм-канале, а также специальные лайфхаки. Ну и пока данное видео подошло к концу, не забывайте смотреть мои предыдущие ролики, как информационные, так и, разумеется, развлекательные в виде рубрик.